Андреа Каллан, официальная представительница Государственного департамента США, сейчас с нами на связи. Андреа, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте, я рада говорить с вами. Аналогично. Хочется начать более с общего вопроса, вот чем ленд-лист, который вскоре, мы надеемся, в Украине, по крайней мере, будет подписан президентом США, Джузефом Байденом, чем вот этот формат военной помощи будет отличаться от других уже ранее той военной помощи, которая приходила из Соединенных Штатов Америки в Украину? Ну, ленд-лист является еще одним способом передать помощь Украине. Как мы видим, нужно побыстрее дать Украине то, что нужно, чтобы она могла эффективно бороться с агрессией, которую мы видим со стороны России. Мы уже это делаем через поставку помощи, военной помощи и другие виды помощи. Но ленд-лист просто там это создает условия, что это быстрее передать. Как мы видели, в Конгрессе уже одобрили, очень быстро одобрили в Сенате и в Палате представителей. И будем посмотреть, как дальше это идет. Но не забудьте, что на этой неделе тоже президент Байден попросил 33 миллиарда долларов в помощи для Украины. Так что это тоже помогает, чтобы Украина могла купить то, что нужно, чтобы защищать себя. Но это и включает и другие финансирования тоже для поддержки НАТО и другие виды помощи. Добавлю, что украинские СМИ делали подобную сводку от тех стран, которые помогают больше всего Украине. Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте по военной помощи, по финансовой помощи, гуманитарной помощи. В том числе в Украину направляются огромные ресурсы, дабы украинский народ мог бороться за свою независимость. В том числе эти деньги, опять-таки, напомню, они направляются и на гуманитарные необходимости для украинского мирного населения. Многие говорят, что подобным документам Соединенные Штаты Америки де-факто вступают в войну с Российской Федерацией на стороне Украины. Опять-таки, проводя параллели с Второй мировой войной, для Гитлера вот этот закон о ленд-лизе был равносилен буквально объявлению войны со стороны США даже без официальной декларации. Ну, я хотела бы подтвердить, что ленд-лиз — это чтобы дать поддержку Украине. Это чтобы Украина могла защищать тебя. То, что мы видим со стороны России, это сложная агрессия. Это агрессия против Украины, это агрессия против стран Европы, потому что, как мы видим, Россия решила перекрыть поставки газа в Польшу, в Булгарию. Так что мы видим агрессию России везде, и то, что ленд-лиз будет помочь Украине защищать себя, то, что военная помощь, другие военные помощи, которые США дает, помогают Украине защищать себя. Вот это знак, что США, весь мир, хотят, чтобы эта война закончилась, что Россия перекрыла свою агрессию. Мы не хотим войну с Россией. Мир не хочет войну с Россией. Это был выбор Путина, выбор России — начать торгаться в Украину, начать эту войну с Украиной. И мы будем делать все возможное, чтобы закрыть это, чтобы этого не было. И как замсекретаря Нуланд сказала во время интервью вчера, наша цель — это стратегическое поражение Путина. Нужно, чтобы его действие в Украине было просто неуспешно, и нужно это перекрыть немедленно. Потому что многие страдают, как вы прекрасно знаете, как ваша аудитория прекрасно знает. И делаем все возможное, чтобы закончить эту войну. Множество СМИ, украинских, американских, они вспоминали в контексте Ленд-Лиза заявление Рузвельта, президента Соединенных Штатов Америки, о шланге, о 15 долларах, которые ты не просишь сразу у соседа, передавая этот шланг ему, которым он будет тушить свой горящий дом. Это в дружественной атмосфере, скажем так. И очень часто СМИ сравнивают, как раз, ну тут понятное дело, думаю, аналогии, почему со Второй мировой войной, буквально ставя равно между Российской Федерацией, Владимиром Путиным во главе с Кремлем, и Третьим Рейхом, нацистской Германией и Гитлером. Как вы считаете, вот равно нужно сейчас ставить в аспекте как раз и Ленд-Лиза, который сейчас прошел очень быстро и Палату, и Конгресс в том числе? Я не думаю, что это продуктивно, вот сфокусироваться на сравнении. Нужно смотреть реально на действия Путина. Это вторжение в соседную страну, которая просто не угрожала Россию. И мы смотрим на его выбор, начать эту войну, и делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Вот как вы сказали, сосед помогает соседу, когда нужно. И именно это то, что США и наши партнеры в Европе делают, и будем продолжать это делать. Также один из главных аспектов, это в принципе то, что принятие Ленд-Лиза США, надеемся, дальнейшее подписание его президентом США Джозефом Байденом, поставки военной техники в том числе, это означает, что Украина не будет останавливаться, никаких компромиссов не будет в том числе. Но есть и другая мысль в том числе, что нынешние подходы и США в том числе, нацелены на то, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с агрессором, предоставить абсолютно все необходимое вооружение. Но в том числе, я напомню, избегая, кстати, прямого вмешательства, хотя российские пропагандисты говорят там об инструкторах НАТО, о наемниках американских и многим другим. Но подобная помощь, она затянет войну надолго, скажем так, и в том числе подтолкнет Россию к новым разработкам, подтолкнет к России еще большей агрессии на территорию Украины. Что вы думаете об этом? Эти военные помощи не были нужны, если Россия не начала свое вторжение в Украину, начала эту войну. Так что то, что мы предоставляем помощь, военную помощь и другие виды помощи, это из-за того, что есть нужда, это из-за того, что мы видим эту агрессию со стороны России. Россия может, Путин может решить, закрыть, остановить войну сегодня. Он может это запросто делать. И тогда не надо больше поставок оружия, не надо больше помощи. Ну, будет, конечно, нужной помощи, чтобы восстановить страну. Но со стороны военной помощи тогда не надо. Так что Путин может решить сегодня остановить войну. Он может вывести войска из Украины и может начать конструктивный дипломатический диалог. Это то, что мы хотим, это то, что мы ждем, но пока мы не видим, что Путин готов к этому. Ну, стоит еще раз акцентировать внимание. США все-таки вот дверь переговоров для Соединенных Штатов Америки, для Белого дома, она не закрыта. Переговоров прямых с Российской Федерацией и Владимиром Путиным, так? США всегда готовы иметь дипломатические разговоры, но они должны быть конструктивны. И мы видим, что единственная возможность найти решение в этой ситуации, это через дипломатические переговоры. Ну, во-первых, нужно перекрыть агрессию и нужно иметь эти конструктивные разговоры. Мы ждем этого, и мы готовы к этому. Украинские СМИ обращали внимание на, скажем так, такую консолидированность как в Палате представителей, так и в Конгрессе США. Вы уже сказали, да, что документ прошел очень быстро, собственно. Почему? Вот с чем это связано, хочется спросить, потому что некоторые там русские СМИ писали о том, что вот там республиканцы будут против, будут затягивать процесс, и много фейков таких было вброшено в информационное пространство. Хочется, чтобы вы, как представительница Госдепартамента США, которого боятся в Российской Федерации, да, все-таки прокомментили, как, почему прошел такой процесс очень довольно быстро. Ну, мы все видим прекрасно то, что случится в Украине. Если в России, например, российский народ не видит то, что случится, потому что Кремль закрыл возможности видеть то, что такое варварство, которое происходит в Украине. Мы в США, в Европе, мы прекрасно это видим. И тот факт, что Конгресс так быстро отреагировал и одобрил вот этот законопроект, это показывает то, что американский народ поддерживает Украину. Это вот просто вот этот факт, что мы поддерживаем Украину, и мы видим, что украинцы стремятся к демократии. И это вот то, что в Америке мы ценим очень глубоко. И мы будем поддерживать это стремление в будущем. И вот думаю, что из-за этого Конгресс так быстро отреагировал. И будем продолжать предоставить помощь в других видах, пока эта война продолжается. Российские СМИ сейчас очень часто говорят о том, что чем больше Соединенных Штатов Америки помогают Украине в военном плане, финансовом, тем хуже живется самим американцам. Якобы в США, в Штатах возрастает цена на бензин, увеличивается там инфляция, экономическая ситуация ухудшается чуть ли не день за днем. Так ли это на самом деле? Какая реальная ситуация, как вот на США повлияла агрессия Российской Федерации против Украины и последующие ограничения для РФ? Ну, мы видим сплошные дезинформации со стороны России. Пропагандисты работают без выходных, по-моему, они даже не спят. Так что мы боремся с этим. Вот именно из-за этого мы говорим с вами, именно из-за этого в соцсетях у нас разные платформы. Здесь, в постепартаменте, у нас платформа США по-русски в телеграмме. Так что мы боремся с этим. Ситуация в Америке, да, подорожала бензин. И президент Байден сказал, что он будет открывать резервы бензина, чтобы это не было так больно для американских водителей. Но ситуация не такая, как российские пропагандисты говорят. Американский народ понимает, что ситуация очень сложная. Если нам нужно платить чуть больше для бензина, это капли, когда мы сравниваем ситуацию внутри Украины и то, что украинский народ переживает в данный момент. Андрея, я говорю вам огромное спасибо за то, что стали частью нашего информационного марафона Freedom. Спасибо Соединённым Штатам Америки в том числе за поддержку демократии, за поддержку либерализма, поддержку Украины как государства в этой войне, которую начала Российская Федерация, против нашего государства. Спасибо вам. Я напомню, что Андрея Калан, официальная представительница Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, была с нами на связи. Продолжение следует...